Здравствуйте, я добровольец из Калининграда. У меня случилась беда. И у моей семьи, и соседей. Сгорел дом. Жена не знает, что делать. Паники. Люди первое время жили на улице, потому что администрация вообще не обращала никакого внимания. Нам никто ничего вообще не предоставил. То есть все за свой счет. С администрацией не то, что никто ничего не предоставил. У нас даже никто не спросил, как дела, и нужна ли нам помощь. Управляющие компании сказали, что они просто ничего не ведут. Ну и, грубо говоря, послали. Это не помощь. Женя от меня это скорее. Это не я это миновато. Это не помощь. Так, давайте проходить в автобусы с каждым по отдельности. Я палатку вот здесь поставлю, и все телевидение сюда вызову. Мой брат привез генератор, чтобы они хотя бы сольевались в чай. Забежали телефон, и была какая-то связь. Ну вот, греемся. Зарядить гаджеты. Сейчас, конечно же, пойдем по домам. 18 марта на улице Артиллерийская в трехэтажном здании произошел пожар. Произошло возгорание крыши и верхнего этажа. При тушении пожара затопило остальные этажи ниже. Гарь, сырость и чрезвычайное положение. Вот то, что сейчас происходит в старом немецком доме, где прописаны 194 человека. Утром я проснулась, почувствовала запах дыма. В 8 часов утра, или полвосьмого я так на времени смотрела, увидела пожарных. Люди проснулись утром. Кто-то от гари, кто-то от потопа. Кто-то нашел, куда перевезти остатки уцелевших вещей. Кому-то некуда было пойти, и люди буквально ночевали на улице. В 12 лет я тут живу, ничего не менялось. Только управляющие компании. То есть это произошло не от пожара, который сейчас? Нет, нет. Это все вот было. Приедет электрик, вот эти вот поменяет, подключат и все. А то, что это все горит. Зачем тогда мы платим за содержание жилья вообще? На каком основании? Я не хочу платить за содержание жилья, если у меня его, что мне тут содержит? То, чтобы я за свой счет все делала? Зачем оно мне надо? Среди пострадавших есть семья, которая прожила 14 лет в этом доме. Глава семьи прямо сейчас находится на фронте в зоне боевых действий. Он отправился туда по своему желанию, добровольцем. Здесь у него остались жена и трое детей. Сегодня мы знакомим вас с женой героя, которая вынуждена также героически справляться со всеми проблемами, которые разом на нее обрушились. Вот они в каком состоянии. То есть это опять ситуация, которая была до пожара. Да, это было до этого все. Просто это все умалчивалось, как бы умалчивалось и все. Там, на передовой, Игорь переживает за семью и особенно за то, что они могут остаться на улице. А здесь, в тылу, его лучшие друзья помогают как могут, пишут заявления и обращения в различные службы. На самом деле, вот этот парень герой. Спасибо, спасибо. На самом деле, вот кто переживает больше всех и делает, это вот мой друг. Поэтому хочу парням там передать, что вас никто не забудет, вы герои, вас точно никто никогда не бросит. Роман, скажи, пожалуйста, чем ты сейчас помогаешь Ксении и как вообще обстоят дела? Все, ну, вот вопрос в квартире решали. То есть как могли, поднимали всех. Я не знаю, наверное, с 50 людьми общались по этому поводу. Ну, будем надеяться на лучший исход. Боремся и будем до конца бороться. Это мои друзья, ну, я их друг. То есть, и я оказался в такой ситуации, когда беда пришла, ну, скажем так, в мой дом. Здесь, я считаю, ни один нормальный человек не может остаться безразличным. И, ну, единственное, что можно делать, это делать и помогать. Ну, ситуация вообще непростая, но я уверен в том, что все будет хорошо. По-твоему, как должны отреагировать власти? Обеспечить всем необходимым семью. Человек сражается сейчас за наше государство. Дай бог, чтобы все горнулись оттуда живыми целыми невредимыми. Я считаю, что его семья заслуживает самых лучших условий и максимальной помощи, и поддержки. Матери с тремя детьми остаться в такой ситуации, ну, надо иметь огромное мужество, чтобы ходить вот так вот и улыбаться. Ну, жены героев, они, видимо, тоже герои. Я был дома, меня мама разбудила, сказала, что горит крыша, мы вышли. Моя дядя с мамой забрала документы. Потом, когда мама это увидела, что сильно горит, мы побежали за кошкой забирать ее, забрали и все, стояли на улице. Разбудила детей, выбежали, все, быстро похватали. У вас и горело, или только затопило? Только затопило. Только затопило. Да, обвалился вот, там был дымокон. Мы покажем кадр, который я успела снять на телефон. Как это было? Да, когда я только вот зашла, ей просто волосы дыбом, что творилось и как. Мне сказали, что мне ничего не положено, как бы, и я как бы остаюсь на улице. Я вот ночевала тут, как бы, в холоде, в этом 2 дня или 3 дня. У меня муж на СВО, и я остаюсь на улице. Каждый день наша героиня, жена обыкновенного героя, с самого утра борется за крышу над головой и за собственное здоровье. Ведь буквально за день до пожара она узнала, что ей требуется срочная операция. У меня, как бы, проблемы со здоровьем были до этого пожара. Я до пожара. И последний раз, как бы, меня ошарашили тем, то, что вот за день до пожара, то, что у меня по онкологии опухоль. Болезнь не ждет и прогрессирует с каждым днем. Фотография была большая наша свадебная, и тут затопило. Мы тоже не смогли пройти мимо. И очень хотим, чтобы Ксюше и ее детям было где жить и продолжать учиться, а Игорю было куда вернуться. Позвонили, сказали, что возможно и на себя, так как я проживала там 12 лет, как бы, возможно, сделать компенсацию еще и на меня, чтобы еще помимо свекры еще и мне дали компенсацию. Как бы, в принципе, там все за 12 лет наожитое было. Как бы вот так вот. А эта компенсация в каком размере будет? Ну, 60 тысяч, по-моему, 10 и 50. Мы тут на 23 февраля рисуночки рисовали, на этот выставляли, трофейн рисовал, выставляли открыточки, все это я ему, стишок писали ему. Он говорит, я прямо аж чуть ли не до слез. Мы ему все это отправляли. Конечно, гордимся. Мы 14 лет прожили на улице артиллериста 36 с моей семьей. И теперь моя семья остается на улице. Я прошу администрацию города помочь своей семье выдать им квартиру хотя бы время. Я очень надеюсь, так как я пошел добровольно защищать свою Родину и надеюсь, что Родина проявляется в Родину. Победа за нами. У меня все хорошо, дорогая. Тебе привет. Приеду, обниму, словом. Пока. Римма Муратова. Специально для информационного портала Карус.